Коллеги, просьба зарегистрироваться. Я же не хочу, чтобы вы все время только об этом думали. Надо о хорошем, о молодежи, о перспективах. Это правильно? Да. Включите режим регистрации. Коллеги, просьба зарегистрироваться. И мы по итогам регистрации попросим Ольгу Викторовну Савастьяну, чтобы она нам доложила информацию по тем, кто находится в командировках, взял за свой счет, либо по какой-то другой причине отсутствует в зале. Все бывает в жизни. Покажите результат регистрации. Коллеги, в зале присутствует 414 депутатов. Кворум есть. Пожалуйста, Ольга Викторовна Савастьянова, председатель комитета по организации работы Думы регламентом. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, в соответствии с регламентом, на основании чего депутат может отсутствовать по уважительным причинам, у нас считаются командировки, отпуск и больничный лист по состоянию болезни. На сегодняшний день 15 человек у нас отсутствуют. Это 6, которые находятся в отпуске, в том числе 5 человек без содержания. 5 человек находятся в командировке, один в том числе в зарубежной командировке. 2 человека у нас на больничном листе и 2 человека исполняет полномочия членов Совета. Плюс у нас 3 депутата, которые сложили свои полномочия. Таким образом, на основании тех документов, которые есть в комитете по регламенту, на данный момент должно быть зарегистрировано 429 человек. Зарегистрировалось 414. Значит, есть вопросы по тем депутатам, которые не зарегистрировались и документов на данный момент не предоставили. Если говорить по фракциям, Единая Россия 7, КПРФ 4, Справедливая Россия 4. Это те, кто подали документы об отсутствии на пленарном заседании. Уважаемые коллеги, мы с вами исходим из того, что есть норма регламента, которая позволяет зарегистрироваться нашим коллегам после первого перерыва, после второго перерыва. И вы знаете, что в соответствии с решением Государственной Думы, сегодня предложено сделать перерыв с 18 до 18.30, учитывая, что наше заседание продлится до 20.00. Коллеги, поэтому давайте исходить из того, что те, кто у нас на сегодняшний день оказались не в командировке, не на больничном и не находятся в группе исполняющих полномочия членов Совета, потому что у нас есть оговорка для именно этой категории. Возможно, они придут и зарегистрируются чуть позже. И хочу на это внимание обратить, потому что всё-таки здесь достаточно серьёзное к этому внимание приковано всегда средства массовой информации, поэтому, коллеги, тут нужно сначала разобраться, а потом уже говорить, где кто находится, поэтому это нужно в течение дня понять. То есть будем аккуратны в выводах. Коллеги, сегодня у нас день рождения у Аскендерова Заура Асеновича, давайте его, Асеновича, давайте поздравим. Нам необходимо принять за основу проект «Порядка работы». Коллеги, ещё раз подчёркиваю, что у нас ещё один перерыв, чтобы вы тоже это учли. Ставится на голосование за основу проект «Порядка работы». Включите режим голосования. Покажите результат. Коллеги, давайте обсудим порядок работы. Какие будут замечания по порядку работы. Есть? Не вижу. Нет. Есть. Включите запись. Покажите список на вопросы. Я видел, руку поднимал шея, Налик Васильевич. Пожалуйста, шея, Налик Васильевич. Карточку перезагрузите, возможно, просто… Да, вот, заработал. У нас сегодня должен был рассматриваться закон об ответственном обращении с животными, знаковый, о котором говорил в том числе и президент декабря прошлого года. Комитет докладывал, что всё хорошо, и на 12 июля он, безусловно, будет рассмотрен. Повестки дня его нет. В СМИ сообщают, что из разногласий с правительством закон сносится на осень и будет создана некая рабочая группа. В связи, если это так, хотелось бы услышать комментарий и, наверное, высказать мнение, что вставки рабочей группы должны выходить в том числе, наверное, другие заинтересованные люди. Я имею в виду, скажем, от нашей фракции Анатолия Гришневяков, который, очевидно, является одним из ведущих в стране экспертов по зоозащите, который был, с моей точки зрения, фактически отстранён от реального рассмотрения данного текста. Спасибо большое. Спасибо, Олег Васильевич. Вы знаете, что законопроект с 2011 года находился в Государственной Думе, и многое сделали наши с вами коллеги во главе с Ольгой Викторовной Тимофеевой, председателем комитета. Мы действительно работали с правительством и с председателями общества по защите охраны животных. Но коллеги вчера на Совете Государственной Думы полномочный председатель правительства попросил перенести рассмотрение данного вопроса на осень. И это мотивировало тем, что ряд тем и норм закона, предлагаемых принятию, не находят своё решение. Нам, конечно, с вами важно, чтобы законопроект был качественным. Поэтому мы исходим из того, что необходимо продолжить работу, и осенью мы надеемся выйти на те решения, которые позволят нам законопроект рассмотреть. В этой связи мы обратились в правительство с просьбой создать рабочую группу по данному вопросу. И, конечно, Ольга Викторовна, будет правильным, если представители всех фракций войдут в рабочую группу и тех комитетов, которые у нас задействованы в рассмотрении законопроекта. Не только ваш профильный, но и те комитеты соисполнителей, которые будут участвовать в рассмотрении этого вопроса. Поэтому, коллеги, подключайтесь. Законопроект действительно непростой, потому что на данный момент он содержит ряд отсылочных норм практически в никуда. Закон о ветеринарии, это региональные полномочия, это одна проблема. Вторая проблема – это на данный момент не решён вопрос о регистрации особо опасных животных и бойцовских собак. Это из тех тем, которые нам докладывали с комитетом. Пожалуйста, Александр Юрьевич, позицию правительства. Уважаемые коллеги, действительно законопроект сложнейший. Почему? Потому что предполагает регулирование отношений, связанных с использованием миллионов животных. Миллионов наших граждан заинтересованы в том, чтобы данный закон учитывал их интересы. Эти интересы весьма и весьма противоречивы для того, чтобы найти правильный баланс соотношения этих интересов, прав и обязанностей граждан. А напомню, что данный законопроект предполагает новые обязанности для граждан. Далее, как мы знаем, уже есть проект федерального закона, который предусматривает весьма серьёзную административную ответственность за неисполнение данных обязательств для граждан. В этих целях, в целях более качественной проработки и поиска сбалансированного решения, правительство предлагает не торопиться с данным проектом, перенести его на осень. Как правильно сказал Юрьевич, мы готовы создать соответствующую рабочую группу. Будем рады видеть всех заинтересованных, как депутатов, так и представителей общественных организаций, для того, чтобы наладить конструктивный диалог. И осенью действительно подготовить качественный текст, который бы учитывал интересы всех граждан, организаций, а также государств. Потому что государство у нас в том числе и главным образом заинтересовано в том, чтобы в отношении животных нормы закона были сбалансированы, а также соответствовали нашим международным обязательствам. Спасибо. Спасибо. Ответ полный, да? Коллеги, тогда будем работать в этом направлении. Больше вопросов по повестке не поступало. Владимир Вольфович, Жириновский. По ведению Владимира Вольфовича Жириновского, Владимир Вольфовича, Вы как руководитель фракции имеете приоритетное право. Спасибо. Я именно по этому вопросу, у нас претензия к правительству. Ну, ведь годами Вы не давали отзыв на этот закон. Что мы шесть лет не можем разобраться с кошками и собаками. Сколько людей загрызло, погибло. Недавно с тигром там или со львом вышел человек на пляж на Дальнем Востоке. Я не понимаю, если у Вас какая-то группировка действует, я Вас уверяю, Вы осенью снова не дадите добро на принятие закона. То есть надо поручить Следственному комитету разобраться, кто в правительстве чинит препятствия. Шесть лет. А вообще закону уже, наверное, законопроекту двадцать лет. А шесть лет Вы саботируете Ваш отзыв и всё время откладываете, откладываете. Что, киберпреступность у нас на повестке дня на улице, а Вы с собаками не можете разобраться. С бойцовыми. Вы опять отменяете регистрацию их. Дикие животные в ваннах там, удавы, тигры, везде. Ну, что это такое? И Вы хотите интересы этих людей соблюдать, так сказать? Давайте по-другому подумаем. А почему люди животных заводят? Потому что они недовольны деятельностью правительства и той жизнью, которую мы устроили им. И на свою отдушину ищут животных. Вот это вот нужно посмотреть, на этот факт. Вот надо поставить, Вячеслав Викторович, последний срок. Вот если осень, давайте скажем, допустим, там, до начала зимы, до первого декабря закон должен быть принят. Чтобы они снова нас не обманывали и на весну не переносили. Каждый год я выхожу на трибуну здесь, можете поднять записи, и требую принять быстрее именно этот закон. И комитет своими говорит, правительство не даёт отзыв, правительство не даёт отзыв. Это уже самая долгоиграющая такая пластинка у нас. Поэтому надо какой-то предел поставить имя, так сказать. Я хотел бы, чтобы это от фракции прозвучало именно, коль скоро мы затронули этот вопрос. Спасибо. Уважаемые коллеги, если вы не возражаете, мы тогда всё-таки правительству направим не только предложение по созданию рабочей группы, но и предложим, чтобы мы с вами рассмотрели законопроект в обязательном порядке в осеннюю сессию. В обязательном порядке. Поэтому работа группы должна быть регламентирована временем. Поэтому, коллеги, исходите из того, что это общий настрой и это запрос населения. Потому что мы должны эту проблему наконец-то взять и решить. Поэтому давайте с учётом предложения Вадима Вольфовича, соответственно, откорректируем обращение. Коллеги, с учётом принятых замечаний ставится на голосование порядок работы Государственной Думы в целом. Просьба включить режим голосования. Покажите результат. Принимается порядок работы на сегодняшний день. Уважаемые коллеги, давайте поприветствуем наших коллег, которые находятся у нас здесь на балконе. Делегация группы «Дружба» Национального совета Словацкой Республики во главе с её координатором Дубомиром Петрахом. Спасибо. Коллеги, переходим к рассмотрению вопросов повестки дня. Единственное, хотел бы ещё раз напомнить, что у нас с вами на фиксированное время в 11.00 выступление председателя парламента Индии госпожи Махаджан. Поэтому мы, если будем рассматривать вопросы и нам потребуется прерваться, это сделаем. Второй вопрос нашей повестки о проекте постановления Государственной Думы об изменениях в составах Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Пожалуйста, Валерий Викторович Иванов. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, Комитет по регламенту и организации работы Государственной Думы, рассмотрев заявление депутата, а также представление фракции КПРФ, в соответствии с 22-й статьёй регламента предлагает ввести депутата Государственной Думы Курбанова Резвана Данииловича в состав Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Прошу поддержать, благодарю за внимание. Коллеги, вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет. Ставится на голосование вопрос номер 2 нашей повестки. Прось бы включить режим голосования. Покажите результат. Принимается единогласно постановление. Переходим к рассмотрению блока вопросов. Закон проекта рассматриваем в третьем чтении. Третий вопрос нашей повестки. О проекте федерального закона безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Доклад Леонидовича Левина. Пожалуйста, Леонид Леонидович. Доброе утро, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Принимаемый сегодня пакет законопроектов о безопасности критической информационной инфраструктуры является особенно актуальным в контексте последних крупных хакерских атак. Необходимо понимать, что нам становятся известны только те случаи, которые придают согласки средствами массовой информации. Согласно экспертным данным, за последний год практически каждая российская компания в той или иной мере пострадала от киберинцидентов. Каждый месяц специалисты обнаруживают миллионы новых вариантов вредоносного программного обеспечения. С развитием цифровой экономики системы управления технологическими процессами на предприятиях будут активнее интегрироваться в глобальную сеть, в связи с чем усилятся и хакерские угрозы. В этой ситуации необходимо предусмотреть эффективные заслоны для злоумышленников, чтобы пресечь любые попытки получения удаленного доступа к компонентам автоматизированных систем, особенно на объектах, связанных с энергетикой, финансами и другими ключевыми отраслями. Принятие данного пакета законопроектов соответствует ключевым положениям таких программных документов, как «Доктрин информационной безопасности Российской Федерации» и «Стратегии развития информационного общества в России до 2030 года», а также будет способствовать укреплению информационной безопасности в ключевых отраслях экономики и позволит реализовать защиту интересов государства и общества. Законопроект готов к третьему чтению, прошел правовую и лингвистические экспертизы, просьба поддержать. Спасибо, Леонид Леонидович. По мотивам от фракции, пожалуйста, есть желающие? Нет. Ставится на голосование вопрос номер 3 нашей повестки о проекте федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Просьба включить режим голосования. Покажите результат. Федеральный закон принят единогласно. Поздравляю, коллеги. Четвертый вопрос. О проекте федерального закона внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Доклад Леонид Леонидович Левина. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, законопроект «Спутник» также готов к третьему чтению, прошел все правовые и лингвистические экспертизы, также просьба поддержать. Спасибо. По мотивам от фракции есть желающие? Нет. Ставится на голосование вопрос номер 4 нашей повестки о проекте федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Федеральный закон принятый единогласно. Поздравляю, коллеги. Переходим к пятому вопросу нашей повестки о проекте федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Доклад Александра Сергеевича Грибова. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, вносятся изменения в Уголовный и в Уголовно-процессуальный кодекс в связи с принятием базового закона о безопасности критической информационной инфраструктуры. Проект готов к принятию в третьем чтении. Все необходимые заключения есть, все необходимые экспертизы проведены. Просим поддержать проект в третьем чтении. Спасибо. По мотивам от фракции нет желающих ставится на голосование вопрос номер 5 нашей повестки о проекте федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Федеральный закон принятый единогласно. Поздравляю, коллеги. Шестой вопрос рассматривается. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 3.2 Федерального закона, внесение изменений в статью 11 Федерального закона о страховании вкладов физических лиц в банках, Российской Федерации и статью 46 Федерального закона о Центральном банке Российской Федерации, банке России. Доклад Юрий Павлович Олейников. Пожалуйста, Юрий Павлович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, закон, который предлагается к третьему чтению, внесен правительством Российской Федерации и поддержан нами в двух чтениях. Напомню, что он посвящен совершенствованию Института ипотечного кредитования. Перед третьим чтением закон прошел все необходимые экспертизы. Прошу вас поддержать его принятие. Спасибо. Коллеги, от фракции по мотивам нет. Ставится на голосование шестой вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесения изменения в статью 3 федерального закона, внесения изменения в статью 11 федерального закона о страховании вклада физических лиц в банках Российской Федерации и статью 46 федерального закона о Центральном банке Российской Федерации, банке России. Включите, пожалуйста, режим голосования. Продолжение следует... 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 Покажите результат. Вот видите, Евгений Борисович, ваше выступление к чему привело. Коллеги, федеральный закон принят. Но, как вы видите, уже того единодушия нет, которое было прежде. Пожалуйста, восьмой вопрос рассматриваем о проекте федерального закона «Внесение изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родителей, которых отбывают наказание в виде лишения свободы». Пожалуйста, Эрнест Абдулович Валеев. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, предлагаемый законопроект направлен на дальнейшую гуманизацию и условия отбывания наказания беременных женщин, женщин и мужчин, имеющих детей, направлены на защиту прав детей, родителей которых отбывают наказание. Текст законопроекта подготовлен для рассмотрения в третьем чтении, замещания нет, все процедуры соблюдены, комитет предлагает принять законопроект в третьем чтении. Спасибо. От фракции, пожалуйста. Нет, желающих. Пожалуйста, ставится на голосование восьмой вопрос о проекте федерального закона внесения изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родителей которых отбывают наказание в виде лишения свободы. Включите режим голосования. Покажите результат. Федеральный закон принят и единогласно. Рассматривается девятый вопрос о проекте федерального закона внесения изменений в статье 4.4.1 Федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации. Доклад Дмитрия Валерьевича Сазонова. Пожалуйста, Дмитрий Валерьевич. Добрый день, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Вашему вниманию предлагается проект федерального закона, внесенный правительством Российской Федерации, о внесении изменений в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Напомню, что закон направлен на поддержку предприятий легкой промышленности. Все необходимые документы для принятия данного законопроекта в третьем чтении комитетом подготовлены. Замечаний юридико-технического и лингвистического характера не имеется. Комитет предлагает поддержать принятие закона в третьем чтении. Спасибо. Коллеги, по мотивам от фракции. Нет. Ставится на голосование вопрос. Есть? Включите запись, пожалуйста, по мотивам. Покажите список. Шерин Александр Николаевич. От фракции ЛДПР. Уважаемые коллеги, фракция ЛДПР поддержит данный законопроект. Мы выступаем всячески за поддержку развития малого и среднего бизнеса. Речь, в частности, идет о легкой промышленности. И вот, в принципе, о чем я хотел бы в этой связи сказать. В связи с тем, что в перечне указан в вид деятельности кожевинное производство изделий из кожи, я хотел бы рассказать о той законодательной инициативе, которую мы также вносили, связанную с производством кожи по просьбе Ассоциации кожевинников Российской Федерации. И вот в связи с этим законом хотелось бы сказать, что в Российской Федерации для развития экономики необходимо принимать такие законы, которые отвечают в том числе и требованиям представителей бизнеса. Я уверен, что многие предприятия, которые работают на территории нашей страны, они выносят свои предложения в налоговый кодекс Российской Федерации, в различные законопроекты, не исключительно не преследуя личные меркантильные интересы. Это патриоты нашей страны, и если они вносят какие-то предложения, то они действительно экономически обоснованы и рассчитаны. И одно из таких предложений, это Ассоциация кожевинников России, обратилась, и мы внесли законодательную инициативу о том, чтобы кож сырье, наравне как сырье, макулатура и металлолом, было освобождено от НДС. И, к сожалению, правительство Российской Федерации даёт отрицательное заключение на данный законопроект. В связи с этим кожевинники Российской Федерации недополучают огромное количество кож сырья, которые уходят за границу, которые в связи с этим НДС производителям кожи не продают в Российской Федерации, а перенаправляют за границу. Дело в том, что бюджет Российской Федерации в связи с этим мог бы дополучить дополнительно около полутора миллиардов рублей. Я хотел бы с гордостью проконстатировать, что в то время, когда мы видим открывающиеся предприятия на территории Российской Федерации, являющиеся филиалами других компаний заграничных, у нас в городе Рязани есть кожзавод компании «Русская кожа», который производит 40% кожи, вырабатываемой в Российской Федерации. У него есть филиалы в Китае и в Испании. Так вот, грамотный подход к производству этого изделия, вот все автомобили в Российской Федерации, которые имеют кожаные салоны, это Рязанский кожзавод. Мебель из кожи, это Рязанский кожзавод. Авиация, то есть кожаные кресла во всех самолетах, производимых в России, это Рязанский кожзавод. И когда вот профессионалов и специалистов поступает предложение о том, чтобы кож сырье для того, чтобы не уходило за границу, освободить от НДС, правительство Российской Федерации почему-то нас не слышит. И вот, принимая данный законопроект, хотелось бы использовать данную трибуну для того, чтобы снова обратить ваше внимание на данную проблему. Если мы хотим принимать законы, которые действительно поддержали бы нашу легкую промышленность и увеличили бы доходную часть бюджета Российской Федерации, пожалуйста, прислушайтесь к инициативам, которые являются инициативами хотя и оппозиционных партий, но они также направлены на улучшение экономической ситуации в России и поддержку реального сектора экономики. А этот закон... Спасибо, Арсен Николаевич. Пожалуйста, Гутенёв Владимир Владимирович, фракция «Единая Россия». Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, в декабре 2015 года президент в послании Федеральному собранию говорил, что легкая промышленность находится в числе отраслей, находящихся в зоне риска. В 2016 году мы уже констатировали 5-процентный рост, хотя это было во многом связано с ростом цены. И понимаем, что те позитивные усилия Минпромторга, которые мы отмечали в том числе и на правительственном части, должны подкрепляться в том числе и законодательной поддержкой. На предприятиях легкой промышленности на данный момент закрыт доступ к мерам государственной поддержки, оказываемой субъектом малого и среднего предпринимательства. И наш законопроект направлен на то, чтобы помочь отрасли стать драйвером развития нашей промышленности. Предлагаем нашим коллегам из других фракций также поддержать эту инициативу. Спасибо. Ставится на голосование вопрос 9 нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменения в статью 4.4.1 Федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите, пожалуйста, результат. Федеральный закон принят. Десятый вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменения в градостроительный кодекс Российской Федерации и признание утратившими силы отдельных положений и законодательных актов Российской Федерации. Пожалуйста, Алексей Юрьевич Русских. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, мы с вами приняли данный законопроект 7 июля этого года. Все необходимые экспертизы пройдены, комитет рекомендует принять законопроект в третьем чтении. От фракции есть желающие? Нет. Ставится на голосование вопрос 10 нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменения в градостроительный кодекс Российской Федерации и признание утратившими силы отдельных положений и законодательных актов Российской Федерации. Включите режим голосования. Да. Покажите результат. Федеральный закон принятый единогласно. Одиннадцатый вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменения в федеральный закон об общих принципах организации местного самоправления в Российской Федерации и статью 9. Прим. 1 федерального закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации. Доклад Михаила Владимировича Дегтярева. Пожалуйста, Михаил Владимирович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, напомню, законопроект был внесен в прошлом созыве депутатами Ломакином, Румянцевым, Красильниковым и Поддубным и принят в первом чтении 18 декабря 2015 года. Он направлен на обеспечение полного участия людей с ограниченными возможностями в жизни общества в области физической культуры и спорта. И направлен на дополнение полномочий органов местного самоправления в развитии этих видов жизни. Законопроект прошел правовую лингвистическую экспертизу, подготовлен к рассмотрению в третьем чтении, замечаний правового, юридико-технического, лингвистического характера нет. Реализация законопроекта не потребует подготовки дополнительных подзаконных актов, предлагается Государственной Думе принять его в третьем чтении. Спасибо. По мотивам от фракции, коллеги, есть желающие? Нет. Ставится на голосование вопрос 11 нашей повестки о проекте федерального закона. Внесение имени федерального закона об общих принципах организации местного самоправления в Российской Федерации, статью 9, прим. 1 федерального закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Федеральный закон принят единогласно. 12 вопрос о проекте федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Пожалуйста, Павел Владимирович Крашенинников. Спасибо. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. Данный закон, достаточно объемный, был внесен 6 июля правительством Российской Федерации. И хочу просто обратить внимание, что здесь вносятся поправки в 4 кодекса и еще плюс 2 федеральных закона. Почему я говорю? Потому что мы его согласовывали и с Верховным судом, и с различными нашими ведомствами. Но тем не менее, вот в этих законах после второго чтения у нас появились терминологические расхождения. И с точки зрения процедуры и нашего регламента мы просим данный законопроект вернуть в процедуру второго чтения и принять 4 поправки, которые, в общем-то, вот эту терминологию, которая на самом деле важна для применения, она, в общем-то, увязывает с тем, чтобы правоприменитель мог нормально работать. Уважаемый Вячеслав Викторович, просьба, соответственно... В соответствии с нашим регламентом ставится на голосование предложение Павла Владимировича Крашенинникова о возврате законопроекта во второе чтение. Кто за данное предложение, просьба проголосовать. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроекта во второе чтение возвращается. Пожалуйста, Павел Владимирович. В связи с вышеизложенным у нас есть таблица номер один, рекомендованная комитетом к принятию. Она состоит из 4 поправок и направлена на увязку этих законопроектов. Спасибо. Коллеги, по таблице поправок номер один, предложенных ответственным комитетом к принятию, есть ли вопросы, замечания? Нет. Ставится на голосование таблица поправок номер один, предложенных ответственным комитетом к принятию. Просьба включить режим голосования. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Уважаемые коллеги, ставится на голосование во втором чтении законопроекта, проекте федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Просьба включить режим голосования. Покажите результат. Принимается законопроект во втором чтении. Уважаемые коллеги, у нас с вами 19 вопрос рассмотрен. 13 вопрос. Коллеги, блок ратификации международных договоров Российской Федерации о проекте федерального закона о ратификации конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей. Доклад официального представителя президента Российской Федерации, статс-секретаря заместитель министра спорта Российской Федерации Натальи Владимировна Паршиковой. Пожалуйста, Наталья Владимировна. Спасибо большое. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты Государственной Думы, Конвенция Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности, футбольных матчей, была подписана Российской Федерацией в июле 2016 года. В рамках Чемпионата Европы по футболу ОЕФА во Франции известны всем примерами хулиганского поведения болельщиков, в том числе болельщиков России. Конвенция подготовлена в связи с пересмотром Европейской Конвенции о предотвращении насилия хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей, принятая в 1985 году, ратифицированная Советским Союзом в 1991 году. Конвенция является необходимым юридическим инструментом для государств, желающих провести крупные международные спортивные мероприятия. Эта конвенция содержит положение, которое предусматривает создание в системе правоохранительных органов Национального информационного пункта, выполнение государствами обязательств по рассмотрению вопроса о наделении судебных и административных органов власти полномочиями по наложению санкций в отношении лиц, виновных или участвующих в неправомерных действиях или неправомерном поведении, включая возможности ограничения на въезд и выезд на спортивные мероприятия в другие страны. Определение роли и места органов государственной власти, заинтересованных организаций в обеспечении безопасности защиты и обслуживания во время проведения спортивных мероприятий, в том числе футбольных матчей, и создание Комитета Совета Европы по безопасности и защите на спортивных мероприятиях. Анализ соотношения положения Конвенции с законодательством Российской Федерации показал, что в действующем законодательстве Российской Федерации в полной мере учтены ее положения и не потребует внесения дополнительных изменений в имеющееся законодательство. Благодаря принятым мерам законодательного обеспечения в июне был успешно проведен Кубок Конфедерации ФИФА, матчи которого посетило более 620 тысяч человек. Сопутствующая турниру атмосфера безопасности, защищенности и взаимного уважения была отмечена Мировыми средствами массовой информации и Международной Федерацией футбола, ФИФА. В соответствии со статьей 17 Конвенции, она вступает в силу первый день месяца следующего за истечением периода и один месяц со дня, когда три государства, членов Совета Европы, выразят согласие взять на себя обязательства по ее ратификации. По состоянию на 12 июля текущего года Конвенция подписана 26 государствами и ратифицирована двумя государствами – Монако и Франция. В случае нашей ратификации Россия станет одной из третьей страной, формирующей постоянный комитет Конвенции, как орган, ответственный за ее реализацию и мониторинг права применения. В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Конвенции, сдать документы ее ратификации возможно ли после денонсации Европейской Конвенции 1985 года. Учитывая, что согласие на ее обязательность принималось правительством Советского Союза, решение о ее денонсации в соответствии с федеральным законом о международных договорах Российской Федерации подлежит принятию правительством Российской Федерации. Довожу до сведения, что в настоящее время правительством Российской Федерации подготовлен соответствующий проект распоряжения, предусматривающий денонсацию Европейской Конвенции 1985 года, которая вступит в силу со дня вступления федерального закона о ратификации Конвенции. Прошу принять представленный федеральный закон. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Владимировна. Пожалуйста, садоклад Ирина Константиновна Родниновой. Пожалуйста, Ирина Константиновна. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, Комитет по международным делам на своем заседании 10 июля рассмотрел проект федерального закона о ратификации Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности, футбольных матчей. Основной целью Конвенции, подписанной 3 июля 2016 года, является обеспечение безопасности и благоприятной атмосферы во время проведения футбольных матчей и других спортивных мероприятий по различным видам спорта, совершенствование международного полицейского сотрудничества, предусматривающее информирование и обмен передовым опытом, вовлечение сотрудников полиции и местных властей в работу с футбольными клубами и болельщиками для подготовки матчей и искоренения хулиганства во время и после их проведения. Комитет считает, что ратификация и последующие вступления в силу Конвенции полностью отвечают интересам Российской Федерации, будет способствовать признанию достижений России в сфере обеспечения безопасности и благоприятной атмосферы на спортивных мероприятиях. Положение Конвенции соответствует российскому законодательству, а ее реализация не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Закон прошел правовую и лингвистическую экспертизу в правовом управлении аппарата Государственной Думы. Получены положительные заключения от комитетов соисполнителей, Комитет по безопасности и противодействию, коррупции и Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Отсутствует замечание ее счетной палаты Российской Федерации. Комитет по международным делам рекомендует Государственной Думе принять федеральный закон о ратификации указанной Конвенции. Спасибо. Коллеги, вопросы? Нет вопросов? Есть? Включите запись на вопросы. Тогда, пожалуйста, Ирина Константиновна, вернитесь. Могут быть вопросы вам и полномочному представителю, официальному представителю. Пожалуйста, покажите список на вопросы. Ассачий Николай Иванович. Спасибо, Вячеслав Викторович. Вопрос к официальному представителю президента по данному вопросу. Уважаемая Наталья Владимировна, в своем выступлении вы отметили, что в настоящий момент конвенция, подписанная 24 государствами, ратифицирована только двумя – Франция и Монако. Чем вы объясняете такую ситуацию? Спасибо. Но учитывая того, что на сегодняшний день подписали конвенцию 26 стран, в высокой степени ратификации сегодня находится Польша, и в достаточно высокой степени подготовки этого документа находится еще в ряде стран, но преимущество будут иметь первые три страны, которые будут формировать комитет по обеспечению безопасности при проведении спортивных мероприятий. Учитывая того, что, как правило, конвенции такого рода дается подписание не менее трех лет, в случае, если подача заявки государством будет предоставлена в этот период, после периода трех лет государства не смогут предоставлять свои заявки, если такая конвенция не будет ратифицирована. Поэтому это считается общей практикой, она не вызывает никаких опасений или каких-то сомнений о целесообразности ратификации других стран. Пожалуйста, Лебедев Игорь Владимирович, включите президиум. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемая Наталья Владимировна, безусловно, ратификация данной конвекции – шаг очень нужный, особенно в вопросах наведения порядка и в вопросах безопасности на наших стадионах во время преимущественных футбольных матчей, в частности, в преддверии чемпионата мира в следующем году в нашей стране. Однако вызывает недоумение вопрос, связанный с тем, как же все-таки будут приниматься решения по недопущению тех или иных болельщиков на футбольные матчи, на спортивные соревнования. В частности, у нас не так давно закончился Кубок конфедерации в Москве, в Питере, в Сочи и в Казани, и некоторые болельщики, вовремя оформившие так называемый паспорт болельщика, купившие билеты и фактически направлявшиеся уже на стадионы, получили отказ буквально за полчаса до прихода на стадион и сообщение об аннулировании паспорта болельщика. У нас есть статья административного кодекса, которая говорит, что суд вправе не допускать болельщиков на стадион, и это называется административный запрет на посещение футбольных матчей. Но вот как бы с теми болельщиками, которые не имеют соответствующего наказания, однако за 15 минут до начала матча получают отказ в регистрации и аннулировании своих документов. Кто и как принимает подобные решения, и как это будет после принятия данной конвенции? Спасибо за вопрос. В отношении и Кубка конфедерации и чемпионата мира, который пройдет в следующем году, Российская Федерация имеет соглашение с ФИФА, и в данном случае законодательно мы уже имеем такую поправку, принятую поправку в нашем законе, которая свидетельствует о том, что по согласованию с ФИФА оргкомитет, то есть принимающая сторона, праве принять решение даже за несколько часов и даже за несколько минут до начала матча и не разрешить ему вход на стадион, если на это имеются сведения, сведения, носящие характер, которые говорят о том, что может быть нарушена сфера безопасности. Эти сведения поступают в орган безопасности, в данном случае в Федеральную службу безопасности, которая доводит до сведений ФИФА, и ФИФА дает одобрение о том, что она уведомлена и дает согласие на принятие такого решения. И в соответствии именно с соглашением с ФИФА по этому Кубку конфедерации и чемпионату мира такое решение может быть принято, и выдворение таких граждан, если они являются гражданами одной страны, происходит в течение трое суток, не более трое суток. То, что касается непосредственно наших футбольных матчей, чемпионата России, то такие меры не могут быть приняты, потому что они уже регулируются общим законодательством и регламентом непосредственно Российского футбольного союза или РПФЛ, если ему переданы такие права. Спасибо. Уважаемая Наталья Владимировна, поддерживаю ратификацию конверции, и более того, прошедший Кубок конфедерации показал те меры безопасности, что мы принимали, да и паспорта болельщиков позволили турниру пройти безупречно. Но хочу уточнить следующий момент. Как мы планируем идентифицировать футбольных хулиганов и просто недобросовестных болельщиков на матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, чтобы обмениваться информацией с нашими зарубежными партнерами? Ведь сегодня, насколько я понимаю, билеты находятся в свободной продаже, и их можно купить, не предъявляя паспорт. Спасибо. Спасибо за вопрос. Но практически вы знаете, что по конвенции в каждой стране ратифицировавшую конвенцию должен быть создан информационный центр правоохранительных органов. У нас такой центр уже создан в Министерстве внутренних дел, который уже имеет соглашение с общим информационным, единым информационным центром Совета Европы, и обмен такими сведениями и списками таких лиц, включенный в так называемых список черных болельщиков, обменивались при проведении Кубка Конфедерации, что позволило нам уже запретить въезд и препятствовать въезду тех зрителей, которые нежелательно на наших стадионах во время Кубка Конфедерации. То же самое будет применяться обмен информацией при проведении чемпионата мира. При проведении любых других мероприятий, которые будут проходить у нас в Российской Федерации, не только футбольные мероприятия, но и любые другие, они также будут получать сведения из единого информационного центра, который образован сейчас в Совете Европы. Этот информационный центр содержит данные практически всех крупных государств, которые проводят не только футбольные матчи, но и крупные спортивные мероприятия. Спасибо. Пожалуйста, Сиди Акин Александр Геннадьевич. Спасибо, Вячеслав Викторович. Наталья Вадимовна, к Вам вопрос. Трусопопские настроения, которые присутствуют в отдельных областях жизни, к сожалению, не миновали и спорт. Вы помните, в прошлом году, когда проходила Евро, драка была спровоцирована английскими болельщиками, их было большинство, наших было сто, тех почти тысяча, но обвинили во всем, особенно западные СМИ, опять нашу сторону. Сейчас к Кубу Конфедерации ни у кого вопросов нет. Я смотрю текст законопроекта, который мы сейчас принимаем, там говорится о том, что его принятие не потребует изменений в наше законодательство. В связи с этим вопрос. Мы сейчас имеем законодательство, которое соответствует самым высоким стандартам в части безопасности, потому что, Вы понимаете, с приближением чемпионата мира, вот подобные истории, мне кажется, они все равно будут появляться в различных англосаксонских СМИ, и готовы ли мы к этому? Спасибо. Спасибо за вопрос. У нас в прошлом году была мониторинговая группа Совета Европы, которая оценивала Российскую Федерацию на предмет соблюдения Европейской конвенции по противодействию хулиганского поведения. В составе экспертной группы находились граждане Великобритании, Грузии, Украины, Швеции, Голландии, Бельгии. То есть достаточно такая была высокого уровня экспертная группа, итоги которой были заслушаны в Совете Европы на комитете по мониторингу конвенции, где практически Российская Федерация была признана как одной из стран, которая имеет очень высокий уровень законодательного обеспечения. И было предложение, только рекомендация усилить законодательство по выдворению и неразрешению въезда в Российскую Федерацию тех лиц, которые внесены в списки, так называемые черно-запрещенные списки. И эти поправки в законодательство мы провели в этом году вместе с вами. Большое вам спасибо за это. И сегодня такие поправки введены, они действуют и были применены во время Кубка Конфедерации. В сентябре месяце мы отчитываемся перед ФИФА непосредственно с отчетом по применению так называемой ФАН-АДИ по идентификации личности и по вопросам безопасности. Если вопросы будут какие-то рекомендации по усилению ответственности или усилению безопасности при проведении чемпионата мира, то такие меры будут обеспечены со стороны правительства Российской Федерации. Спасибо. Пожалуйста, Газаев Валерий Георгиевич. Спасибо. Уважаемая Анталия Владимировна, конвенция, которую мы обсуждаем, вступит в силу после того, как будут ратифицированы тремя государствами. Как вы сказали, после Монако и Франции Россия станет третьей страной. Тем не менее, сейчас действует Европейская конвенция 1985 года, о которой вы говорили о предотвращении насилия и хулиганства во время спортивных соревнований, особенно в футбольных матчах. У меня вопрос. В рамках подготовки и проведения Кубка Конфедерации по футболу наши правоохранительные органы получали какие-либо сведения от зарубежных коллег или информацию полезную для обеспечения безопасности. Спасибо. Да, спасибо большое. Да, получали наши коллеги из правоохранительных органов, постоянно получали необходимую информацию. Нужно сказать, что около 27 стран прислали свои группы из правоохранительных органов, которые были заинтересованы в обеспечении безопасности в том числе своих болельщиков. Такую же практику всегда выполняет, такую же миссию с нашей стороны Министерства внутренних дел, когда наша сборная команда и наши болельщики выезжают на крупные спортивные мероприятия в другие страны. То есть практически доступ и к работе операционного штаба, где отслеживалась и анализировалась текущая ситуация, лица из других стран заинтересованы были в участии и принятии решений, если это касалось зрителей непосредственно их страны. То есть в данном случае те страны, которые заявили и находились у нас в Российской Федерации, они все, можно сказать, отнеслись положительно и оценили работу высоко. На следующий год на такую работу практически заявились все страны. На сегодняшний день Министерство внутренних дел имеет заявку порядка 60 стран на приезд в Российскую Федерацию для проведения подобной работы в следующем году. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, в соответствии с принятым регламентом, и мы с вами об этом говорили в начале заседания, мы с вами переходим к рассмотрению другого вопроса. Вы знаете, что с официальным визитом в Россию находится делегация парламента Индии во главе с председателем госпожой Сумитрой Махаджан. Давайте мы поприветствуем делегацию. Коллеги, это первый за 14 лет приезд спикера Индийского парламента в Россию. Для нас Индия особые стратегические партнеры, мы всегда подчеркиваем это. Вчера в Государственной Думе состоялась наша официальная встреча и прошло заседание комиссии межпарламентской, российской, индийской. Мы договорились, что работа комиссии будет носить регулярный характер и ежегодно собираться на свои заседания. Более того, обсудили приблизительно повестку заседания уже следующего, 2018 года. И сегодня, по просьбе госпожи Махаджан, мы предоставляем ей возможность выступить на пленарном заседании. Это будет первое выступление представителя иностранного государства в парламенте России седьмого созыва. Вы знаете, что раньше такие выступления практиковались и были достаточно частыми. Мы запросили информацию, у нас в Думе шестого созыва было такое одно выступление, в пятом не было. А вот, допустим, если говорить о четвертом созыве, было три таких выступления. Третьего созыва было шесть выступлений. Ну и до этого они были также достаточно частыми. Поэтому, коллеги, но это все зависит от желания наших коллег. Итак, слово предоставляется госпоже Махаджан. Пожалуйста, госпожа председатель, предоставляем вам слово. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада быть в вашей великой стране. Россия – большой друг Индии. Для меня это действительно большая честь обратиться с речью к уважаемым представителям вашего великого народа. Это мой первый визит в должности спикера Индийского парламента в вашу прекрасную страну. Пока мы входили в величественное здание Государственной Думы, я и моя команда смогли оценить славную историю этой прекрасной страны. Мы все смогли оценить дружественный и торжественный прием, оказанный нам депутатами Государственной Думы. И я хотела бы сказать нашим дорогим друзьям, что все члены парламента крупнейшей демократии в мире, представляющие народ Индии, не менее горячо выражают эти чувства взаимного расположения и дружбы. Как и в Индии, парламент России подобающим образом отображает многообразие страны. Госпожа Валентина Терешкова, первая женщина в космосе, является членом Государственной Думы. Даже спустя столько времени народ Индии помнит ее визит. То, что также выдающиеся люди как экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Родина и известная актриса Елена Драпика, являются членами Государственной Думы, служит поводом для гордости и повышает престиж этого великого собрания. С собой я привезла послание дружбы и наилучших пожеланий от 1,25 миллиардов индийцев. Россия не только занимает особое место в сердцах индийцев, которые испытывают к этой стране чувство глубокого уважения, но и считают Россию настоящим другом. Другом, который всегда был с нами рядом в трудные времена. Теперь, как спикер индийского парламента и как депутат парламента на протяжении долгого времени, представляющий интересы своих избирателей, Я не понаслышке знаю о выражении доброжелательности расположения, которые стирают партийные и фракционные различия. В этих чувствах едины все. Во время своего обращения к индийскому парламенту в ходе своего визита в 2000 году, президент Путин сказал, Российско-индийские отношения свободны от любых политических колебаний. Они прочны, стабильны и не подвержены времени. Он не только сделал это заявление, но также создал консенсус для укрепления стратегического партнерства и отношений между нашими странами. Взаимное понимание и доверие между тогдашним премьер-министром Индии господином Атальбихари Вачпай и президентом господином Владимиром Путиным привел к тому, что индийско-российские отношения получили развитие в новых измерениях. Особое и привилегированное стратегическое партнерство между нашими странами является естественным, и руководство обеих стран приложило усилия к тому, чтобы оно укреплялось с течением времени. Нет такой сферы, в которой не было бы успешного сотрудничества между нашими странами. Россия всегда была надежным и верным другом Индии. Она помогла нам в укреплении нашей обороноспособности сразу после обретения Индии, в своей независимости, строила атомные электронции и поддерживала Индию на международной арене. Индия также всегда от всего сердца оказывала России поддержку. Друзья, отношения между Россией и Индией уже очень много лет. В 15 веке русский путешественник Афанасий Никитин посетил Индию и передал народам России свои воспоминания в книге «Хождение за три моря». Эта книга является первым письменным источником, который сделал индийскую культуру ближе к русским людям. Я с гордостью утверждаю, что Лев Толстой и Махатма Ганди были выдающимися людьми с одинаковым складом ума. Книга Толстого «Царство Божье внутри нас» произвела неизгладимое впечатление на Махатму Ганди. 18-й ежегодный двусторонний саммит, проходивший 1 июня 2017 года в Санкт-Петербурге, способствовал укреплению нашей дружбы. Был достигнут серьезный прогресс по соглашениям, подписанным в период 2014 года, и Санкт-Петербургская декларация «Взгляд в 21 век», подписанная в 2017 году, всесторонне охватывают дальнейший путь сотрудничества. Как парламентарии, мы должны играть особую роль в обеспечении своевременного и эффективного внедрения этих планов в жизнь. В этом году мы торжественно и широко отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Более 150 мероприятий проходят в обеих странах. Мы также проводим программу «Намасте, Россия» в Российской Федерации. Индийские фильмы всегда были популярны в России. Господин Радж Капур, Митун Чакраборти, известная актриса Хема Малини, являющаяся членом нашей делегации, и фильм «Зита и Гита», в котором она снималась, очень популярный в России. Песня «Мираджута Хе-Джапани Сарпелал Топи Руси» вызывает улыбку у всех индийцев и россиян. Более того, Индия и Россия совместно сняли фильм «Хождение за три моря» в двух версиях на русском и на хиндии. Я хотела бы поблагодарить наших российских друзей за успешную организацию Третьего Международного Дня Йоги в 68 регионах России. Россия является крупнейшей по территории страной в мире, а Индия стоит на втором месте в мире по численности населения. Оба этих факта дают нам как возможности, так и ставят вызовы в управлении нашими странами. Друзья, парламент любой страны является инструментом волеизлияния граждан. Должным образом избранные депутаты и члены парламента выражают надежды народа, а также несут огромную ответственность за создание необходимых условий для воплощения в жизнь этих ожиданий. Дебаты по вопросам и их анализ должны быть логичными и вести к выбору наилучшего пути развития страны, так как законы, которые мы принимаем, имеют далеко идущие последствия. Учитывая это, я внедрила спикерскую исследовательскую инициативу, которая позволяет членам Индийского парламента получать от экспертов необходимую информацию по трудным вопросам. Стремительное развитие коммуникаций, социальных сетей и информационного пространства сближает мир, делит его местом, где все живут в прозрачной среде. Каждое наше действие изучается и оценивается. Как и во многих других странах, в Индии мы применяем практику прямой трансляции работы парламента, что позволяет людям с близкого расстояния наблюдать, что делают их представители. Индийская экономика демонстрирует очень быстрый рост. Рост экономики на 7,1% в 2017 году является наивысшим показателем среди развивающихся экономик. Ожидается, что в этом году он увеличится до 7,6%. Правительство Индии провело крупнейшую за все время экономическую реформу налога на товары и услуги по всей стране 1 июля 2017 года. Эта реформа окажет позитивный эффект на индийскую экономику и приведет к ускорению ее роста. В прошлом 2016 году у вас проходили выборы в Государственную Думу. Наблюдатели из Индии также присутствовали при этом и были впечатлены тем, насколько слаженно проходил выборной процесс. Индия успешно проводит честные и открытые выборы. Впервые за 30 лет по результатам парламентских выборов в Индии в 2014 году было сформировано правительство, в котором 2 трети мест отданы большинству. Мы успешно внедрили использование аппаратов для электронного голосования при проведении выборов. Центральная избирательная комиссия России недавно направляла делегацию в Индию с целью изучения этого процесса и выразила заинтересованность в использовании аппаратов для электронного голосования нашего производства. Дорогие друзья, у нас есть традиция поддерживать контакты и находиться в постоянном диалоге. Эту традицию необходимо усилить. Я с теплотой вспоминаю визит спикера господина Нарышкина в Индию в 2015 году и те дискуссии, которые мы провели. Россия направила делегацию женщин-парламентариев в Индию на первый форум женщин-парламентариев стран БРИКС в августе 2016 года. Теперь нам необходимо поощрять диалог и контакты между молодыми парламентариями наших стран. Я рада отметить создание группы дружбы с парламентом Индии в Государственной Думе и анонсировать создание аналогичной группы дружбы в индийском парламенте. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам нужно распространять наше межпарламентское сотрудничество на государственные законодательные собрания органов регионов Российской Федерации и Штаты Республики Индии. Во время встречи с губернаторами 16 регионов Российской Федерации на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума 2 июня 2017 года премьер-министра Нарендра Моди подчеркнул важность взаимодействия между региональными и государственными законодательными органами. На двустороннем фронте нам необходимо понять, каким образом парламенты наших стран могут помочь продвижению политических решений наших правительств, равно как и соглашений, заключенных между нашими странами, и придать импульс новым возможностям в торговле. В настоящее время Индия строит шесть атомных электростанций в сотрудничестве с Россией. Проект Куданкулам является отличным примером сотрудничества между Россией и Индией в атомной сфере. Как я уже отмечала ранее, Россия является единственной страной, с которой Индия сотрудничает в сфере мирного атома. Оборонные отношения между Россией и Индией имеют историческую важность. У наших стран есть амбициозный план постройки энергомоста между Россией и Индией. Нам необходимо ускорить наши действия с целью открытия новых сфер взаимодействия, таких как Международный транспортный коридор Северо-Юг, установление зеленого коридора, обеспечивающего передачу технологий и способствовать расширению контактов между людьми. Мы согласны с необходимостью реформирования Организации Объединенных Наций и в особенности Совета Безопасности ООН с тем, чтобы он более полно соответствовал современным реалиям и стал более эффективным инструментом в решении появляющихся вызовов и угроз. Я хотела бы еще поблагодарить Россию за активную поддержку кандидатуры Индии как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Необходимо, чтобы мир объединился перед лицом возрастающей угрозы терроризма и дал решительный коллективный отпор, не приемлющий двойных стандартов. Всем странам необходимо работать с США с целью уничтожения террористических сетей, прекращения их финансирования и запрещения трансграничного перемещения террористов. Поддержка России сыграла важную роль в получении Индии статуса полноценного члена Шанхайской Организации Сотрудничества в ходе недавнего саммита в Астане, проходившего 9 июня 2017 года. Аналогично, нам необходимо усилить наше сотрудничество в рамках БРИКС. Вчера в ходе заседания парламентской комиссии мы предметно обсудили этот вопрос. В заключение я хотела бы добавить, что мы... Друзья, я хочу еще раз подчеркнуть, что наши отношения не только выдержали испытание времени, но и становятся все крепче и крепче с каждым годом. Я абсолютно верна, что мы сможем работать совместно ради достижения лучшего мирного порядка. Также я хочу пожелать Государственной Думе успехов во всех ее начинаниях. Все члены Единского парламента являются друзьями, всегда готовыми протянуть руку дружбы и сотрудничать на благо народов наших стран. Еще раз благодарю Вас за возможность выступить с этой трибуны. Я навсегда сохраню воспоминания об этом. Помня о давней дружбе между нашими странами, я хотела бы завершить речь выражением чувства любви, симпатии и единства, процитировав известный стих на санскрите. Это значит, тот, кто не бросит тебя в хорошее и плохое время, в засуху, во время мятежа и войны, на королевском суде и на месте скорби, тот твой настоящий друг. И Россия именно такой наш друг. Спасибо. Спасибо. Спасибо, госпожа председатель Махаджан. Уважаемые коллеги, обращаю Ваше внимание, что большая делегация, прибывшая с Индии, наши коллеги с индийского парламента присутствуют на балконе, и они также участвуют сегодня в нашем заседании. Давайте их поприветствуем. Коллеги, мы с Вами продолжаем работу. Еще раз подчеркиваю, что данный формат выступлений у нас практиковался и в предыдущих созывах, просто где-то это было чаще, где-то было реже, и в пятом созыве не было таких выступлений, поэтому все зависит еще от желания наших коллег, которые в данном случае должны инициировать такое выступление. В данном случае это было желание и просьба к нам, со стороны председателя парламента Индии. Коллеги, мы с Вами остановились на рассмотрении ратификации конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности, футбольных матчей. Кто хотел бы выступить? Мы именно с Вами остановились на выступлениях. Нет желающих? Есть. Есть. Включите запись. Покажите, пожалуйста, список. Газаев Валерий Георгиевич, пожалуйста. Подготовьтесь к Фетисову. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, прежде всего, как здесь отмечалось, действительно, еще раз хочу отметить то, что Россия, безусловно, великолепно организовала Кубок Конфедерации по футболу, можно сказать, на самом высоком уровне. Слаженно работали правоохранительные органы, организаторы турнира и волонтеры. Не было проблем с нарушением на трибунах и скандалом с футбольными хулиганами. Теперь по поводу конвенции, которую сегодня будет артифицировать Государственная Дума. Она была подписана в июле прошлого года на стадион Стандарт Франс представителями 14 государств, к сожалению, на фоне безобразного беспорядка во время Евро-2016. Цель этого соглашения, как здесь отмечалось, заключается в том, чтобы гарантировать безопасность то, что сейчас мы видим в мировом футболе, на футбольных матчах и других спортивных событиях, чтобы на всех спортивных мероприятиях была атмосфера гостеприимства, порядка и доброжелательности. Конвенция призывает власти разных стран, во-первых, поощрять сотрудничество и взаимодействие государственных органов и общественных организаций во время подготовки и проведения футбольных матчей. Во-вторых, гарантировать, что инфраструктура спортивных сооружений будет соответствовать национальным международным стандартам безопасности, нормам эффективного управления большим скоплением людей. В-третьих, обеспечить возможность присутствия на футбольном матче различных категорий зрителей, в том числе детей, пожилых людей и инвалидов. Соглашение, которое мы с вами сегодня ратифицируем, проникнуто идеей предотвращения и пресечения насилия на стадионах во время спортивных мероприятий. Конвенция является важным шагом в укреплении международного сотрудничества. И мы на Государственной Думе проделали большую работу, чтобы навести порядок на стадионах. Это и паспорт болельщика, и требования идентификации личности зрителей, и, конечно, административная ответственность за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, и в том числе запрет на посещение стадионов. Кстати, этой логике соответствует законопроект, который я внес об ответственности за надругательство над официальными силами субъектов Российской Федерации. Напомню, провокация со стороны английских болельщиков в отношении флага России привела к печальным событиям на стадионе в Марселе. Считаю, что от подобных провокаций на чемпионате мира должны быть защищены флаги всех субъектов Российской Федерации. Уважаемые коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, мы проделали большую работу и приняли целый пакет правовых решений, чтобы предотвратить эскалацию на трибунах и насилие. И это особенно важно в преддверии чемпионата мира 2018 года. Мы очень серьезно относимся к безопасности всех участников спортивных мероприятий и прилагаем все усилия, чтобы футбольные матчи прошли в безопасной и спокойной обстановке. От фракции вы? Пожалуйста, от фракции. Со своей стороны мы ожидаем самого тесного сотрудничества в этом вопросе со всеми участниками чемпионата мира, со странами, откуда к нам приедут зрители и футбольные болельщики. Поэтому нас серьезно беспокоит тот момент, что такие страны, как Великобритания и Германия, до сих пор не подписали конвенцию, которую мы сегодня ратифицируем. Мы ждем гостей из этих стран, но и вправе рассчитывать на добросовестное сотрудничество с правоохранительными органами этих государств, чтобы не допустить ненужных инцидентов. Наша фракция «Справедливая Россия» поддерживает артификацию Конвенции Совета Европы, направленную на проведение спортивных соревнований в духе гостеприимства и безопасности для всех участников на стадионах и за их пределами, на улучшение диалога между полицией, местными органами власти, футбольными клубами и болельщиками, направленную на предотвращение хулиганства и укрепление международного сотрудничества в этих вопросах. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо. Пожалуйста, Фетисов Вячеслав Александрович, фракция «Едина Россия». Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия» поддерживает принятие федерального закона о ратификации Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности, в футбольных матчей. Положение Конвенции не содержит правил, не предусмотренных российским законодательством, ратификация не требует внесения изменений в действующее законодательство. Также ратификация Конвенции будет способствовать созданию условий для наиболее эффективного обеспечения безопасности и благоприятной атмосферы на спортивных мероприятиях. И также позволит обмениться опытом со странами Евросоюза и другими странами, ратифицировавшими уже Конвенцию. Я хотел бы еще добавить, дорогие друзья, что за последние 15 лет Российская Федерация провела больше всех спортивных мероприятий, кроме положительной оценки Международной Федерации, другой оценки нет. Поэтому у нас есть чем на этой площадке, есть что сказать и есть чем поделиться. Поэтому прошу всех поддержать ратификацию. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, выступление полномочного представителя. Нет. Правительство. Нет. Заключительное слово докладчику. Наталья Владимировна. Есть желание? Да, я хочу поблагодарить вас непосредственно за хорошее обсуждение, депутаты Государственной Думы. Спасибо большое. Спасибо. Сынокладчик Ирина Константиновна. Нет? Нет. Ставится на голосование вопрос 13 нашей повестки о проекте федерального закона, ратификация Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите, обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности, футбольных матчей. Включите режим голосования. Коллеги, как вам? Да. Да. Покажите результат. Решение принимается единогласно. Федеральный закон принят. Поздравляю, коллеги. Спасибо тем, кто принял участие в рассмотрении. Переходим к блоку вопросов законопроекта, рассматриваемого во втором чтении. 15 вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменений в статью 173 Прим. 1 Уголовного исполнительного кодекса Российской Федерации, статью 3.5 Федерального закона об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Пожалуйста, Наталья Владимировна Покунская. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, законопроект внесен правительством Российской Федерации, принят Государственной Думой в первом чтении 26 мая этого года. На законопроект всего поступило 3 поправки, которые носят юридико-технический характер и рекомендуются комитетам к принятию. Поправок к отклонению не имеется. Прошу проголосовать за таблицу поправок, рекомендованную комитетом к принятию. Уважаемые коллеги, будут ли вопросы и замечания по таблице поправок номер 1, предложенной ответственным комитетом к принятию? Нет. Ставится на голосование таблица поправок номер 1, предложенная ответственным комитетом к принятию. Включите режим голосования. Да! Продолжение следует. Под номером 15 о проекте федерального закона внесения изменений в статью 173 Прим. 1 Уголовного исполнительного кодекса Российской Федерации и статью 3.5 Федерального закона об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Включите режим голосования. Закон проект принимается во втором чтении. Покажите результат. Закон проекта во втором чтении принятый единогласно. Поздравляю, коллеги. Рассматривается 16-й вопрос нашей повестки о проекте федерального закона внесения изменений в статью 11 Федерального закона о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Доклад Наталья Владимировна Поклонская. Пожалуйста, Наталья Владимировна. Уважаемые депутаты, данный законопроект внесен также правительством Российской Федерации, принят Государственной Думой в первом чтении 26 мая этого года. На законопроект всего поступила одна поправка, которая носит юридико-технический характер и рекомендуется комитетом к принятию. Поправок к отклонению не имеется. Прошу проголосовать за таблицу поправок, рекомендованную комитетом к принятию. Уважаемые коллеги, будут ли вопросы по таблице поправок, номер один, предложенной ответственным комитетом к принятию? Нет. Ставится на голосование таблица поправок, номер один, предложенной ответственным комитетом к принятию. Включите режим голосования. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Уважаемые коллеги, ставится на голосование закона проект во втором чтении, проект федерального закона, внесение изменений в статью 11 федерального закона о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесение изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Закон проект во втором чтении принят. Переходим к рассмотрению 17-го вопроса нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Доклад Эрнеста Абдуловича Валеева. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, при подготовке ко второму чтению поступило к законопроекту пять поправок, четыре из них комитет рекомендует принять, одну поправку отклонить. Прошу отвердить таблицу поправок и принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли замечания, вопросы по таблице поправок номер один, предложенных ответственным комитетом к принятию? Нет. Ставится на голосование таблица поправок номер один, предложена ответственным комитетом к принятию, против включить режим голосования. Да. Покажите результат. Таблица поправок номер один принимается. Коллеги, есть ли замечания, вопросы по таблице поправок номер два, предложенной ответственным комитетом к отклонению? Нет. Ставится на голосование таблица поправок номер два, предложенной ответственным комитетом к отклонению. Включите режим голосования. Покажите результат. Уважаемые коллеги, ставится на голосование во втором чтении законопроект под номером 17, проект федерального закона, внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект во втором чтении приняты единогласно. 18-й вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесение изменений в статью 22 Федерального закона об обороне. Дократ Андрей Леонидович Красово. Пожалуйста, Андрей Леонидович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, законопроект подготовлен к принятию во втором чтении. К законопроекту поступило 11 поправок. Все они рекомендованы комитетом к принятию и чтены в таблице поправок номер один. К отклонению поправок нет. Законопроект прошел все необходимые экспертизы. У правового управления аппарата Государственной Думы замечаний по законопроекту не имеется. Уважаемые коллеги, Комитет Государственной Думы по обороне рекомендует Государственной Думе принять таблицу поправок номер один и поддержать законопроект при принятии во втором чтении. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы, замечания по таблице поправок номер один? Нет. Ставится на голосование. Таблица поправок номер один, предложенная ответственным комитетом, принять. Выключите режим голосования. Покажите, пожалуйста, результат. Таблица поправок принимается номер один. Ставится на голосование вопрос 18 проекта федерального закона, внесение изменений в статью 22 федерального закона об обороне законопроект принимается во втором чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект во втором чтении принятый единогласно. Переходим к 19 вопросу нашей повестки о проекте федерального закона. По внесению изменений в статью 24 прем. 18 федерального закона об оценочной деятельности в Российской Федерации отдельный законодательный акт Российской Федерации. Доклад Михаила Евгеньевича Бугера. Пожалуйста, Михаил Евгеньевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты Государственной Думы, Напомню, что данный законопроект разработан правительством во исполнение постановления Конституционного суда Российской Федерации от 5 июля 2016 года. В первом чтении данный законопроект принят 22 марта 2017 года, и он предусматривает наделение органов местного самоуправления правом оспаривать в суде решение комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, если такие решения приводят к существенному снижению кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований. Ко второму чтению в законопроект внесены некоторые изменения. Во-первых, эти изменения связаны с тем, что органы исполнительной власти городов федерального значения, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, наделяются равными с муниципалитетами правами по оспариванию в суде решений комиссии о снижении кадастровой стоимости земельных участков. Во-вторых, определенные изменения внесены в связи с расширением оснований для судебного оспаривания органами государственной власти и местного самоуправления решений такой комиссии. И в-третьих, произошло уточнение перечня документов, которые должны прилагаться к исковому заявлению об оспаривании результатов кадастровой стоимости. Всего на законопроект поступило 16 поправок. Пять из них комитет рекомендует к принятию, 11 рекомендует к отклонению. Представленная редакция законопроекта с учетом поправок поддерживается Государственным правовым управлением президента Российской Федерации и правительством Российской Федерации. Просим поставить таблицы на голосование. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по таблице поправок номер один? Есть. Включите запись. Покажите список. Пожалуйста, Сысоев, Владимир Владимирович. Спасибо. Владимир Владимирович, прошу согласиться статисту 23 регламента поправки номер 5 и 1 вынести на отдельное голосование. 5 и? 1, 1 и 5. Вынести на отдельное голосование. Больше нет ни у кого вопросов, потому что там сняли, да? Хорошо. Коллеги, выносятся на отдельное голосование из таблицы поправок номер один, поправка первая и пятая. Значит, мы голосуем за исключением первой и пятой таблицы поправок номер один, предложенных ответственным комитетом к принятию. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. Теперь у нас по поправке номер один. Пожалуйста, Сысоев. Спасибо. Уважаемые коллеги, поправка первая и поправка пятая, они с собой взаимосвязаны. Речь идёт, что действительно законным проектом предусматривается право органов местного управления на спальне решения комиссии о определении кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной стоимости. Но самое интересное здесь в том, что речь идёт именно в тех случаях, когда по заявлению собственника этого земельного участка его кадастровая стоимость была, подчёркиваю, существенно снижена на основании установления рыночной стоимости, чем могут быть затронуты как и права муниципалитетов, так и вопросы, связанные с владельцами земельных участков. Хочу подчеркнуть, что в таблице к отклонению коллегами по Государственной Думе предлагались варианты, как улегулировать вопрос, связанный с что такое существенное снижение. Это были коллеги-депутаты Диденко, Гусева, экс-депутат Тарасюк. Эти вопросы не были учтены. К сожалению, на комитете представителей Минэкономного развития не пришли в состояние комитета. Эти вопросы выяснить было практически невозможно. Хочу обратить внимание на заключение правового управления Думой, которое дало чёткое и однозначное трактование всех этих вопросов. Ещё раз подчеркну, что где речёт о существенном снижении, что следует установить именно более чёткие критерии данного снижения или определить органы государственной власти в виде нормативного правового акта, которым такие критерии должны быть установлены. Но к этим замечаниям не прислушались. Кроме этого, замечания правового управления, которые даны качественно и более конкретно, речь идёт о том, что требует также дополнительного обсуждения. Ограничение права органов местного управления оспарить кадрасную стоимость только тех земельных участков, в то время как в отношении иных объектов недвижимости, кадрасная стоимость которых учитывается при исчислении налогов. Даже поступающим местным бюджетам такое право мы не предоставляем. Если мы посмотрим, когда мы сейчас дадим с вами право именно свободно манипулировать понятием снижения стоимости, то это может быть и 5, и 95%, и в соответствии с такой вариацией данные поправки быть приняты не могут. Мы ведём широкие полномочия, за которыми будут осматриваться, в том числе и коррупциогенный фактор. А речь идёт сегодня о сотнях миллионах россиян, и физических лицах, и юридических лицах. Поэтому в этом виде такие поправки принимать не нужно. Нужно дополнительное обсуждение с представителями общественных организаций и бизнеса, и в том числе и организацией физических лиц, которые являются собственниками участков. Поэтому в этом виде эти поправки существенно ухудшат сегодня права собственников земельных участков, находящихся не в муниципальной и не в государственной собственности. Фракция ЛДПР такие поправки не поддержит и будет голосовать против. Вы выступили по первому, по пятому, правильно понимаю? Пожалуйста, центральная трибуна Михаила Евгеньевича Бугера. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, первые и пятые поправки касаются совсем не того, о чём сейчас говорил Владимир Владимирович. Они касаются того, что мы упустили при первом чтении, что у нас, кроме муниципалитетов, похожие проблемы возникают и в городах федерального подчинения. Москве, Санкт-Петербурге и Севастополя. И первая и пятая поправки ровно о том, что мы наделяем таким же правом, как и другие муниципалитеты, так же органы государственной власти, городов федерального подчинения. А весь пафос выступления Владимира Владимировича связан, видимо, с тем, что при принятии законопроекта в первом чтении не отспорили в достаточной мере. И он хотел бы вот сейчас дискуссию вернуть к моменту первого чтения. То есть он не сами первую и пятую поправки сейчас оспаривает, где речь идёт о городах федерального подчинения, а он возвращает дискуссию к первому чтению. Там мы уже проголосовали и с концепцией законопроекта мы уже определились. Комитет предлагает принять первую и пятую поправки в том виде, как они есть в таблицах. Спасибо. Коллеги, кто за то, чтобы принять поправку номер один? Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. Коллеги, вопрос поправка номер пять из таблицы номер один. Просьба поставить на голосование, кто за то, чтобы принять поправку номер пять из таблицы номер один? Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается поправка номер пять, таблица один. Поведение ССОев. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, спасибо. Хотел бы возразить Михаила Евгеньевичу и сказать, что не нужно лукавить. Я опираюсь на те поправки, которые были внесены, один и пять, они прописаны в течении законопроекта. И речь идет именно об органах местного самоправления, в первую очередь. И второе, я опираюсь на заключение правового правления Государственной Думы Федеральной Собрания и Федерации, которая приложена к текстам просматривания сегодня материалов. Поэтому я говорю то, что конкретно изложено в документах, которые мы сегодня рассматриваем. И не нужно говорить, ввести речь о первом чтении, мы его в первом чтении рассмотрели. А сейчас речь идет конкретно о поправках, которые, к сожалению, носят дистанционный характер в отношении собственников земельных участков. Прошу эту учесть. Спасибо. Коллеги, это не по ведению, а по продолжению дискуссии. Обращаю внимание. По таблице поправок номер два, предложенной ответственным комитетом к отклонению, есть вопросы? Есть. Включите запись. Покажите список. Пожалуйста, Катасонов Сергей Михайлович. Уважаемый Вячеслав Викторович, я прошу вынести на отдельное голосование поправки номер 10 и номер 11. Еще раз повторю. 10 и 11. У вас будет выступление по этим… Раздельное. Раздельное, да? Коллеги, кто за то, чтобы принять таблицу поправок номер два, предложенную ответственным комитетом к отклонению, за исключением 10 поправки и 11? Включите режим голосования. Смотрите, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста. Табличку, да нет, посмотрю на автор. Сейчас, 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 сейчас. Да нет, нет, быстро. Так, хорошо. Покажите результат. Принимается за исключением 10 и 11. Пожалуйста, по 10, Сергей Михайлович. Катасон. Уважаемые коллеги, вот 10 поправка, она не является, сразу говорю, концептуальной, она является поправкой, которая могла внести существенное упрощение в работы комиссии при определении кадастровой стоимости. Вот ранее у нас в законе определялось, что в промежуточных документах представляется предварительный отчет об оценке. Сегодня это понятие в этом законе подменено. И вместо предлагаемого предварительного отчета предлагается процесс, описывается процесс расчета. Ну, условно говоря, чтобы мы понимали, это методика. Вот к методике очень сложно сделать конкретные замечания. Фактически мы лишаем возможности в течение двух месяцев, в которые можно оспорить эту кадастровую оценку, провести конкретные, скажем так, расчеты и указания, когда могут быть технические ошибки, еще какие-то замечания. Поэтому, на мой взгляд, вот там, где написано описание процесса, нужно заменить и поставить слово «предварительный отчет», для того, чтобы четко было видно. Спасибо. Пожалуйста, центральный прибор. Спасибо, Вячеслав Викторович. Прежде чем ответить Сергею Михайловичу, я напомню депутатам и прежде всего Владимиру Владимировичу, что поправки выделяются в тексте жирным шрифтом. Вот это поправки. То, что не жирным шрифтом, это уже принято в первом чтении. Теперь, Сергей Михайлович, уважаемые депутаты, комитет обсудил поправку, которую предлагал Сергей Михайлович, и пришел к выводу, что это избыточная поправка, поскольку вся необходимая информация, она уже содержится в той документации, которая представляется. И предложение Сергея Михайловича, в общем-то, не несет в себе никакого дополнительного содержания. Поэтому комитет и включил данную поправку в таблицу отклоненных. Спасибо. Коллеги, ставится на голосование поправка номер 10. Включите режим голосования. Профильный комитет против. Профильный комитет против. Но они тактически поняли, потому что Гудков уже дал комментарий, он сказал, что им удалось взять, но они теперь решили взять измору, и это, конечно, более грамотно. Покажите результат. Отклоняется поправка. По таблице… По поправке 11, пожалуйста, Катасонов Сергей Михайлович. Поправка 11 – это вопрос создания и порядка работы тех комиссий, которые создаются в субъектах. Значит, у нас сегодня вот в тех двух законах, тот, который действует и который будет действовать, есть свои плюсы, есть свои минусы. В частности, предлагается, что комиссия будет создаваться по решению субъекта. То есть, де-факто, вот в той формулировке, которую мы с вами имеем сейчас, она может создаваться, может не создаваться. Поэтому вот такой добровольный порядок, на мой взгляд, он должен быть убран. То есть, должна быть формулировка однозначно, что создается комиссия. Мы планируем разгрузить суды, мы планируем, скажем так, качественно работать и с оценщиками, и с заявителями именно в комиссиях, поэтому здесь вот такая комиссия однозначно нужна. Другой момент, который, на мой взгляд, тоже очень важен и который, в принципе, сегодня решен в законе, который будет действовать в добровольном порядке в комиссии, это о составах. Вот, на мой взгляд, формирование комиссии, он тоже должен быть закреплен на федеральном уровне и состоять из профессионального сообщества, скажем так, хотя бы не менее 50%. Тогда вот в этом случае достигается та задача, которая ставится перед комиссией. Во-первых, она точно создана в субъекте. Второе, состав ее профессиональный, он сможет давать оценку. Тем самым мы разгрузим суды и придем, скажем так, к тем решениям, которые будут, ну, скажем так, положительно влиять и для налогообложения, и для работы, и для бизнеса, и для наших физических лиц. Спасибо. Просьбу поддержать. Пожалуйста, центральный трибун включите. Спасибо, Вячеслав Викторович. Должен напомнить, что закон о государственной кадастровой оценке не предусматривает обязательного досудебного порядка оспаривания кадастровой стоимости. В связи с чем мы считаем, комитет считает, что принятие решения о создании комиссии тоже не должно быть обязательным, и вполне правомерно, что он отнесен к полномочиям субъектов Российской Федерации. На этом основании комитет предлагает отклонить данную поправку. Спасибо. Ставится на голосование поправка 11 из таблицы номер 2, предложенных комитетом к отклонению. Включите режим голосования по поправке 11. Ответственные комитеты против принятия поправки. Пожалуйста. Покажите, пожалуйста, результат. Отклоняется поправка. Уважаемые коллеги, ставится на голосование вопрос 19 о проекте федерального закона, внесение изменения в статью 24 према 18 федерального закона об оценочной деятельности в Российской Федерации и отдельный законодательный акт Российской Федерации. Закон и проект рассматриваются во втором чтении. Включите режим голосования. Покажите, пожалуйста, результат. Закон и проект во втором чтении принят. Продолжение следует... Продолжение следует...